Всем привет! Меня зовут Турбин Сергей, строительная компания Колосов Хаус. Мы строим дома по каркасной технологии, строим дома из оцилиндрованного древна. Как раз такой дом за мной сейчас стоит. Мы вообще строим много разных деревянных домов, об этом вы сможете посмотреть в других роликах на нашем канале. А сегодня конкретно про этот дом поговорим, я расскажу про планировку этого дома и расскажу, какие действия мы будем выполнять с этим домом в дальнейшем. Итак, поехали! Ну, давайте поподробнее расскажу вам про этот дом. Здесь у нас винтовые металлические сваи, они длиной в 5 метров аж. Тут достаточно сложный грунт, плюс еще перепад, и эти сваи необходимо было дополнительно еще обвязывать. Естественно, сверху свай на оголовках лежит два слоя рубероида. Далее идет обвязка, все стыки обвязки находятся на оголовках свай. Вот такое у нас тут бревно, диаметром 240 миллиметров. Что дальше будет происходить с этим домом? Дом будет зашлифован и покрашен. Желательно шлифовку и покраску дома выполнить еще в этом году, ну и в ближайшее время выполнить антисептирование. Ну и вот внутрь дома мы попадаем. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем здесь увидеть лаги, сдвоенные, сечением 200 на 50 доски, между которыми проложен джут. Но сам дом собран здесь на утеплитель Политерм, который нет необходимости в дальнейшем к нападе. Мы просто здесь сделаем герметик, и это будет самое лучшее дополнительное утепление дома. Стены внутри дома тоже необходимо будет зашлифовать и покрасить. Так качество бревна сохранится. Бревно не будет сильно желтеть и останется таким же красивым. А вот эти трещины, которые уже начали появляться, их необходимо будет загерметизировать. Так же, как и... Здесь нужно очень аккуратно ходить. Я уже между лаг провалился. В эти лаги будет устанавливан утеплитель между этих лаг. Здесь ширина между лагами 590. И, соответственно, на 200 мм будет здесь на всю глубину лаги будет установлен утеплитель. Сверху будет холодный чердак. Тут точно такая же история. Здесь тоже будет 200 мм утепления. Можно будет еще дополнительно сделать, например, перекрестное в 50 мм. А вот в этом помещении будут установлены каркасные перегородки. Точнее, каркасная перегородка, а слева будет еще одна. Что нужно сделать, чтобы эту каркасную перегородку установить? Здесь будет вырезана штраба. В штрабу будет вставлен брусок. И все это будет устанавливаться на скользящей опоре. А сверху будет оставаться зазор под усадку. Давайте сверху посмотрим на планировку этого дома. Мы здесь видим крыльцо, 8,5 м квадратных. Кровля на крыльце также присутствует. Это мы могли видеть на общем плане в самом начале видео. И, соответственно, кровля крыльца установлена на столбы. Столбы, конечно же, с компенсаторами сверху. Далее мы попадаем в помещение тамбур. Тамбур у нас будет сделан из каркасной перегородки. Как устанавливается эта каркасная перегородка? Здесь в бревне будет выпилена штраба. С этой стороны, естественно, тоже. В штрабу вставляется доска из дерева. Сама каркасная перегородка будет заполнена плитным утеплителем. А снаружи и внутри уже можно обшить будет чем угодно. Будь то это блокхаус под бревно, закругленное дерево. Либо же, соответственно, можно сделать прямой имитацией бруса. Можно сделать гипсокартон, наклеить обои. В общем, все, что угодно. Любые фантазии возможны. Далее из тамбура мы попадаем в помещение кухни-гостиной. В кухне-гостиной у нас будет вот такая печь установлена. Печь будет установлена на четыре винтовые сваи. Вот где-то в центре гостиной я провалился между лаг. И поднявшись из цокольного пространства, так сказать, пошел в помещение коридор. В коридоре у нас будет еще сделана колдовая. Кладовая также, как и тамбур, будет сделана по точно такой же технологии каркасной перегородки. Ну, собственно, как и спальни, они тоже будут выполнены из каркасных перегородок. Здесь тоже самое, ничего не меняется. Также будет выпилена штроба в бревне и установлена каркасная перегородка. А сверху будет зазор, он тоже будет заполнен утеплителем. У нас получается этот дом 12 на 9 в осях. Общая площадь 97 метров квадратных. Три спальни, один санузел, колдовая. Да, про это помещение еще не сказал. Это помещение у нас будет отдано под котельную. Ну, к сожалению, у заказчиков нет на участке газа, и он даже не планируется. Хотя, может быть, и к счастью, так как проведение газа достаточно дорого стоит. В общем, будут отапливаться они альтернативными типами отопления. Да, и заехали еще на один объект. Проверить, вот как раз ребята проверяют, насколько четко соблюдена геометрия при сборке. Здесь у нас фундамент железобетонной забитной слайи. Естественно, оголовки гидроизолированы. Обвязка стыкуется, как всегда, исключительно на оголовках свай. И здесь есть непростой момент, так как этот дом пятиугольный. Вот эти чаши, они запилены на производстве на лазерном станке. Но есть чаша, которую необходимо запиливать вручную. Вот таким образом она выглядит, эта чаша. И единственным решением запилить ее вручную. По-другому на производстве, к сожалению, это не сделать. И вон там эта чаша дублируется. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если у вас появляются вопросы, задавайте их на нашу почту. Заказ собака.coalsofhouse.ru И мы будем рады ответить на все ваши вопросы. Также переходите по ссылкам на наши сайты. Там есть номера телефонов, звоните, и мы всегда будем рады вам помочь. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok